Бог благой Бог благой Господи, преображай наши жизни, наши семьи, наши дома. Отец, спасибо. Господь, спасибо. Спасибо тебе, Боже, за твою благодать. Бог благой, наполняй, наполняй каждый сосуд Божия. Отец, мы молимся сегодня говорить нам твое живое слово. Господь, пусть наши сердца, наши мышления, Господи, Боже, будет охвачено сегодня своим живым словом. Господь, пусть всякая суета этого мира оставит сегодня наши сердца и наш разум. Господь, просто увлекай, увлекай нас за собою, Боже. Пусть никакая суета или увлечение этим миром, Господи, она сегодня не мешает нам принимать от Тебя, принимать Твое живое слово Божие. Господи, исцеляй ее, освобождай наши сердца и наши жизни. Пусть всякие оковы греха, Господи, Боже, болезни, нищеты, ни устройства, всякого Божия, да рухлут в нашей жизни. Боже, пусть Твоя благодать сегодня действует здесь. И сейчас мы благодарны Тебе. Прославлен Ты, Бог наш. Мы благодарим Тебя. Иисус, Ты, Царь, Великий Бог, Превозвлеченный Господь, Отец славы, Бог вечности, Господь господствующий, Царь царей, Бог Богов, Тебе слава, честь и благодарение. Мы восхваляем Тебя, Господь. Мы благодарим Тебя, Боже. Мы поклоняемся Тебе, Боже. Пусть Твой Дух живой, Господи, сегодня действует в нас и через нас на этом месте. Боже, пусть это поклонение, Боже, как в имя, Он возносится к небесам. Отец, мы благодарны сегодня, что небеса здесь открыты. Господь, мы благодарны, что сегодня мы присоединяемся к ангельским пениям на небесах. И мы в этой хвале, в этой поклонении, Господи, переживаем славу неба. На этой земле, Господи, Боже, и наши сердца, и наши жизни, они охвачены, Господи, Твоей любовью, Твоей безусловной любовью, которую Ты пролил в нашей жизни через жертву, через Голгофский крест, Господи, Боже. И в Тебе мы сегодня имеем воскресение и жизнь. Иисус, Тебе слава, Тебе честь, и Тебе вся хвала. Великий Бог, Отец, Сын и Дух Святой, народ Божий, воздавай славу Господу. Достоин Ты, Бог наш, достоин Ты, Бог наш, принять всю славу, всю честь, всю хвалу. Во имя Иисуса Христа мы благодарим Тебя, мы превосносим Тебя, мы восхваляем Тебя, великий Бог. Аллилуйя! Аллилуйя! Благ наш Господь, воздай Ему громкие аплодисменты, достоин Царь наш, достоин Царь наш, принять всю славу и честь и силу. Аминь! 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 Дорогая Церковь, очень рад сегодня вас приветствовать на этом месте. Также очень рад приветствовать наших телезрителей канала Вера 24. Давайте мы присядем и будем знакомиться поближе и будем говорить о Слове Божьем. Слово Божье, оно живо и действенно в нашей жизни. Аминь! Меня зовут Форес. Я пастор здесь, в городе Сочи. Пастор Церкви, дом молитвы для всех народов. Родом я с Дагестана. В 2001 году Господь пришел в мою жизнь через личную встречу с Господом. Я уверовал, я пережил Его прикосновения. И вот уже 18 лет продолжаю жить с Господом, говорить и делиться Его Словом с народом Божиим. Той мудростью, той благодатью, которую Господь вкладывает в сердце и в разум наш. И я хочу сегодня, драгоценные братья и сестры, делиться с вами теми переживаниями, откровениями, словом. Я бы хотел, я бы хотел вместе с вами рассуждать сегодня на тему времена восстановления. На тему времена восстановления. В процессе хождения с Богом, как народа Израиля, так и церкви, вы знаете, мы переживаем разные периоды и разные времена. Есть времена, когда мы ярко, сильно чувствуем благодать и присутствие Бога, но иногда приходят времена, нам кажется, что как будто его нет. И есть разные периоды и сезоны Божии. И я сегодня здесь, чтобы говорить и свидетельствовать о благой вести. И я хочу сказать вам, что пришло, мы живем в такой период времени, когда Бог восстанавливает. Скажи своему соседу, что сегодня время, когда Бог восстанавливает твою жизнь. Сегодня Бог восстанавливает свою церковь ровно так же. И давайте мы обратимся к Слову Божьему. Давайте мы откроем Деяние Апостолов, 3 глава, с 19 стиха. Это период, мы знаем, когда на церковь излился Дух Святой, и церковь пережила эту благодать, и она вот свидетельствует, и апостолы, они начали говорить и проповедовать живое Слово Божие. И Петр, обращаясь, говорит к народу тогда. 19 стих говорит, «Итак, покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи ваши, да придут времена отрады от лица Господа, и да пошлет Он предназначенного вам Иисуса Христа, которого небо должно было принять до времени совершения всего, того, что говорил Бог устами всех святых своих пророков от века». Здесь Петр говорит пророчески тогда к народу, который собрался в Иерусалиме, что были времена, когда Бог свидетельствовал и пророчествовал через пророка, что придут времена на нескупление, но для этого есть одно условие. И здесь 19 стих говорит, «Итак, покайтесь и обратитесь». И вы знаете, на самом деле, когда Бог берется за восстановление, то Он берется прежде за основание. И здесь Слово Божие говорит о временах восстановления, когда Бог обновляет свой народ и восстанавливает истины и служения, которые утрачены в результате греха, невежества и традиций. Очень часто, периодически, мы, как народ Божий, иногда у нас приходит такое состояние, знаете, мы привыкаем к присутствию Божьему, мы привыкаем к Его славе, и кажется, Он далеко. И очень часто, находясь постоянно в помазании, присутствии, переживая еженедельно на собраниях присутствия Бога, понимаете, к нам вкрадываются определенные традиции, ну, проходит время, традиция остается, а само присутствие, кажется, оно слабеет. Ну, благая весть в том, что есть времена, когда Бог опять обращается к народу Своему и восстанавливает, и Он восстанавливает сегодня основание. И первый момент истины, который Бог восстанавливает сегодня в церкви, это истинное покаяние. Я хочу обратить наше внимание на этот момент, да, потому что, когда народ Израиля каялся, исповедовался, Бог давал обновление, Бог давал восстановление всегда. И через, вот это обращение к Богу, истинное обращение глубоко в духе и в сердце, понимаете, приходило восстановление во все сферы жизни. И вы знаете, когда Бог говорит о своем восстановлении, Он говорит о восстановлении не только каких-то моментов нашей жизни, да, а всех сфер жизни, как само спасение, да, оно касается же не только нашей духовной жизни. Мы привыкли понимать под словом спасение, да, очень часто только наше спасение и жизнь на небесах, когда мы придем в ту жизнь. Получается, что мы здесь эту жизнь проживем, она закончится, и тогда мы спасаемся, если мы сохранили веру. Но вы знаете, любовь и благодать Божия настолько обширна и глубока, что спасение само, да, оно также касается нашего исцеления, оно касается нашей материальной жизни, финансовой, оно касается наших душевных чувств, которые нуждаются иногда в восстановлении. Мы бываем очень часто изранены, но я говорю, сегодня Бог здесь восстанавливает. на уровне духа, души, тела, материальной, финансовой сферы. Я говорю, что спасение это целиком дело Божие. Аминь? И без него мы не можем ничего. И когда по-настоящему Христос приходит в нашу жизнь, Он берет и поднимает статус человека на новый уровень, и Он поднимает все сферы жизни, и спасение приходит. Когда человек исцеляется, что происходит? Спасение пришло. Разрушенные отношения у мужа и жены восстановились. Что пришло? Спасение пришло. Семья жила в нищете, может быть, что-то, ну, не было нормально, что поесть и во что одеться. Бог благословил. Дела рук. Брат или сестра начали подниматься в этом труде. Что произошло? Спасение пришло. Но мы должны понимать, что без Него мы не можем делать сегодня ничего. Аминь. Но есть второй стих в Библии. Говорит, все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Все могу. Провозглашает это слово в свою жизнь. Что все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Когда? Когда Его спасение приходит в мою жизнь. Но спасение приходит на основании покаяния. И вот давайте поговорим немножко о покаянии. Очень часто, когда мы касаемся Слова Божьего, когда мы приходим сегодня в церковь, я говорю, это может быть как пастор, когда сталкиваешься с такими ситуациями, больше покаяния, оно основано на том, что у человека куча проблем в жизни, и он не разбирается, ну не может разобраться в этом. И говорит, поэтому мне нужен Иисус, помоги мне, не знаю, там решить вопрос с работой, жениться, не знаю, что-то сделать, да, то, чтобы как-то устроиться в этом мире, говорит Иисус, помоги мне, спаси меня. Иисус спасает. Все это приходит в жизнь. Аминь? А цель так и не появилась. Потом все это в нашей жизни остается иногда, а Иисус где-то на заднем плане получается. И в результате то, что дано от Бога, то благословение, которое приходит, оно вроде бы как от Бога, но оно разделяет. Почему? Вы понимаете, вот вопрос, да, который меня волновал долгое время, почему? Оказывается, все дело в основании. Вы знаете, сегодня мы привыкли, что наше покаяние, оно связано с какими-то обстоятельствами или ситуациями в нашей жизни, но истинное покаяние, оно основано на другом. Когда мы открываем Евангелие от Матфея, 3 глава, 4 глава, 3 глава, 2 стих, Иоанн Креститель говорит, покайтесь, потому что приблизилось Царство Божие. В 4 главе Евангелия от Иоанна, в 17 стихе, Иисус после выхода из пустины, приступая к проповеди, говорит, покайтесь, потому что приблизилось Царство Божие. Спасение в нашу жизнь приходит через принятие Царства, которое от Него, а не потому, что я не могу разобраться в своей жизни. Истинное спасение, я имею в виду целиком вот это вот дело Божие во всех сферах нашей жизни. Вот это вот подлинное истинное спасение во всей сфере нашей жизни, оно приходит. Первый камень, фундамент нашего покаяния, это приблизившееся Царство. Не Иисус, помоги мне, потому что я не справляюсь уже с жизнью. Иисус, я желаю Царства. Это один момент. Второй момент, вы знаете, оно основано на том, когда человек не осознает, что с проблемами не может разобраться, да, а осознает истинную свою греховную сущность. Когда человек осознает, что я и я не могу себя простить за эти вещи, я не могу это с себя вину снять, Иисус, ты мне нужен, потому что вот, вот оно, вот что называется огонь, вот, вот преисподняя она вот, если ты не придешь в мою жизнь, и истинное как бы покаяние, оно приходит на основании того, что я греховен от Адама первого, и сегодня я нуждаюсь в тебе, чтобы ты как Спаситель пришел в мою жизнь. Вы знаете, я в Дагестане родился в таком месте, где Иисуса не проповедуют. Туда, ну, не доходит, правда не доходит, это такое высокогорное место, поэтому Господь меня настиг в Москве, и удивительным моментом моего покаяния был тот факт, что я две недели ходил в церковь, мне не проповедовали, правда не проповедовали, ни один брат, даже группа порядка советует так не поступать, когда новый человек приходит, да, я приходил, уходил, там, смотрел на все шоу, я был мусульманином, я не понимал, что здесь происходит, ну, шоу было классное, танцуют, поют, весело, сидишь там, полутора тысячный большой зал, кинотеатра, сидишь там, сзади в конце, наблюдаешь за всеми, и ты уходишь, просто были ситуации, что надо было приходить туда, и однажды сижу в этом пустом зале, уже две недели вот так вот я захожу в это место, а я не чувствую непокаяния, я не понимаю проповедей, я не понимаю поклонения, вы знаете, а мне не проповедуют об этом, я не слышал о Христе, и сижу сзади, и в один момент начинаю понимать присутствие кого-то здесь, кто знает каждую секунду моей жизни, я понимаю, что на этой земле, и где бы я ни был, на это место, куда бы я мог спрятаться от этого взгляда. Ты понимаешь, что глубина глубоко в своем сердце и во всем нету в этом мире места, где бы спрятаться от этого взгляда, и ничего от него не сокрыто. В этот момент, это, вот знаете, вокруг вас все, вот вокруг меня, я понимаю, что это стулья какие-то живые стали, стены, это все было наполнено этой славой Божией, этим ярким его присутствием, я не понимал, кто здесь присутствует, и я не знал Христа. И вы знаете, он сам заговорил. И это было не внутреннее свидетельство, это был голос лучший, я не знаю, по-другому, может быть, я не услышал бы, потому что, понимаете, был, получается, как апостол Павел проповедовал, был таким неким извергом, что и люди и краем обходили, даже в церкви, и поэтому и не мог покаяться по-другому. Знаете, это такое вот состояние падшего человека, да, уже когда хуже некуда, и не остается ничего. И вот Господь говорит такую вещь, прямо в... Я слышал его голос, я понимаю, о чем я говорю, потому что я тогда не понимал, что такое внутренний свидетельство, это был голос в уши. Говорит, если ты хочешь, я могу простить все твои грехи. А я сижу же, это все перед моими глазами проходит. Я понимаю, что я родился в мусульманской семье, это все моя жизнь проходит. Я понимаю, это вещи, которые не прощаются. Я не обращался к Аллаху по одной простой причине, потому что те поступки мои, они не заслуживают прощения у него и его милости, да, Аллаха там, как мусульмане понимают, и обращаться незачем, если ты понимаешь, что прощения у тебя нет. И тут появляется некто и говорит, если ты хочешь, я могу простить. Мое сознание, мое сердце автоматом у меня на устах появляются слова, я говорю, то, что я делал, не прощается. У нас диалог. Я говорю, то, что я делал, не прощается. Вы понимаете, истинное покаяние основано на осознании своей греховности, вот этого падшего состояния, что ты без него не можешь ничего. И благо в том, и милость Божия в том, что, знаете, он очень настойчив, за что я люблю Бога. Он не заставляет, он не принуждает, но он с любовью настойчив, когда говорит что-то в нашу жизнь. Аминь. И он стучится. И пока мы не слышим, он не останавливается. И он говорит второй раз, если ты хочешь опять, если ты хочешь, понимаете, условия, да, если ты хочешь, я могу забрать все грехи. И вот этот момент, знаете, я не исповедовал, я не провозглашал Иисуса, потому что не знал, и я вообще не понимал, с кем я разговариваю. Я потом целый год с этим разбирался в библейском колледже после покаяния. Я просто встал на колени, говорю, тогда забирай. Просто. Тогда забирай. Потому что его любовь, которая была вокруг меня и внутри меня вот одновременно, которая вот насквозь меня читала, все глубины моего сердца, моего разума, и все остальное, понимаете, оно говорило об одном. Оно убеждало в том, что меня со своим, с моим осознанием, то, что я вот как бы делал, не прощается, но он убеждал меня. И я понимал, что он это может. Я почему говорю, все могу, укрепляющий меня Иисуса Христа. Без Него ничего. Потому что без Него мы вот это вот падшее состояние находимся, когда вот, понимаете, греховная личность, которая ничего другого из себя не представляет, кроме как абсолютная, можно сказать, вот эта вот природа зла, которой мы пропитываемся через грех. Но приходит Бог и Его любовь врывается в наши сердца на основании, когда мы осознаем свою греховность и обращаемся от этого и говорим, Господь, прости. И время, понимаете, я сегодня осознаю, что вот вот такого покаяния, ну, не хватает. Так, чтобы, понимаете, оно звучало вот как внутри, так и снаружи. Что вот одно слово прости меня, оно бы тебя вот соприкасало с Богом настолько близко, что ты не хочешь расставаться с Ним никогда. И я хочу сказать сегодня, что Бог восстанавливает в церкви вот этой истины. Бог сегодня восстанавливает свою церковь прежде в фундаменте это покаяние, когда нас обращает в то изначальное состояние, в которое Он нас призвал. Мы не способны обратиться или прийти в изначальное свое состояние, если наше покаяние не основано на осознание своей греховности и на том, что грядет царство. И я желаю это гражданство получить. И не важно, сколько раз мне надо пожертвования за это платить или всю жизнь. Но я желаю этого отечества. Мне нужно, мне важнее то, чем где я нахожусь. наше покаяние сатана ворует потом через нашу гордость. Потому что когда Иисус спасает и беды нас оставляют, у меня тогда, я не люблю касаться, я прошу прощения, своих прежних до Бога вот этих моментов, грязных жизненных, они у нас у всех одинаковые. Но мы понимаем, что оттуда выход только один, это Иисус. Я поэтому об этом не говорю, я говорю, в моменте, когда сам Христос явился и говорит, я могу простить, я могу забрать, давай. И он забрал. И вот сегодня драгоценные братья и сестры мы живем вот в это время восстановления. Я хочу сделать акцент на этом слове восстановления, да, что оно означает. Восстановление означает вернуть к жизни. еще значение для дальнейшего использования. Заново утвердить, реставрировать, возвратить в первоначальное состояние. Восстановление Божье в нашей жизни, это когда Бог нас восстанавливает в состоянии вот этого праведности, в котором ходил Адам до его грехопадения. И это возможно в нем. Потому что мы не можем быть праведными своей праведностью, она как запачканная одежда, но мы праведны праведностью Христа. Но на основании осознания своей греховности и невозможности войти в то царство без его благодати и его крови, которая пролита за нас. Христианство не может быть или покаяние не может быть основано потому, что я не разобрался в жизни Иисуса ищи мои проблемы. Потому что, понимаете, если проблемы сегодня просто решаются определенной как бы суммой денег или прийти помириться с человеком, восстановиться, то оно возможно, когда мы включаем просто свою творческую сущность, которую Бог нам дал, свое мышление, когда мы понимаем, что будучи наркоманом и мы разрушаем свою жизнь через эту иглу, можно просто сказать, слушай, что я делаю? Надо остановиться. Один период в моей жизни такой был, когда я, будучи в армии, начал колоться полгода, а потом что я делаю? Это без Бога было. Надо остановиться. Взял, остановился, через полгода и сказал, не хочу этим жить. Потому что у нас есть, понимаете? Ну, есть то, что без Бога мы не можем заслужить или прийти к чему-то. Это покаяние. Оно невозможно без присутствия Его, без понимания и осознания своей греховности. И оно невозможно, потому что мы захотели. Оно возможно, потому что приблизилось царство. Поэтому Иоанн Креститель говорит, Иисус начинает свое служение, говорит, покайтесь, пришло к вам царство. Скажи своему соседу, что царство Божие тебе близко. Больше скажу, оно внутрь нас есть. Оно внутрь нас есть сегодня, когда мы принимаем его. Аминь. Аллилуйя. Я хочу открыть еще одно местописание. Давайте мы откроем книгу пророка Иоиля, 2 глава, 23 по 25 стих. И здесь написаны такие слова. Вы и вы, чадо Сиона, радуйтесь и веселитесь о Господе Бога вашем, ибо Он даст вам дождь в меру и будет не спосылать вам дождь, дождь ранний и поздний, как и прежде, как прежде. И наполнится гумна вашим хлебом и переполнится поточилия виноградным соком и елеем. И воздам вам за те годы, которые пожирали саранча, черви, жуки и гусеница. Великое войско мое, которое послал я на вас. И вот особенно хочу сделать акцент на 25 стихе. И воздам вам за те годы, говорит Господь, и воздам вам за те годы. Вот в плане Божьего спасения, понимаете, заложено воздаяние, потому что Богу дорого наша жизнь, наш путь и наше предназначение, которое раскрывается в том, когда мы трудимся на этой земле своими руками. Независимо от того, занимаемся мы бизнесом, являемся мы служителями в церкви, или мы простые рабочие, учимся, или мы учителя, которые наставляем, учим, да, потому что тот труд, который в наших руках, это часть нашего призвания. Вот я очень часто, понимаете, мы в церкви задаемся вопросом, да, где мое призвание, как мне войти в это, вот в чем оно заключается, оно просто, ты образ и подобие Божье, и в тебе вложен творческий потенциал Бога, понимаете, и когда человек приходит в церковь покаялся, не знаю, там, группа прославления, да, то, с кем, и что делать, человек творчески начинает развиваться там, медиа служения, группа порядка, священство, пастырство, лидер домашней группы, мы включаем, мы вовлекаемся вот этот вот Божий план спасения для своей жизни в дальнейшем, мы включаем Бога в тот процесс жизни, продолжаем делать тот труд, но на другом основании, и поймите, наши работы и целью того труда, который в наших руках является не наше пропитание, наше пропитание на этой земле, оно вложено в наше предназначение в Господе, когда мы по-настоящему приходим к Нему, и наш труд, который мы делаем для Него, каким путем? Когда, что делает труд, да? Человек, который строит дом, что он делает? Он восполняет нужду людей, которые нуждаются в том, чтобы купить себе или приобрести себе дом или квартиру, так? Нужда брата или сестры, рядом, который с тобой сидит, нужда человека, это твое призвание, где ты можешь творчески проявить себя, позволишь Богу действовать через тебя, и неважно, каким трудом ты занимаешься, кирпичи таскаешь, грузчиком работаешь, или ты управляешь целой компанией, и там, и там ты вовлечен в Божий процесс восстановления, искупления, обновления, и этот процесс, он не заканчивается тем, когда теперь я женился, дом построил, как бы сына родил, да, и дерево посадил. Этим не заканчивается творческий процесс Божьего восстановления в нас. Он говорит, я тебя восстановлю, а потом твоего соседа через тебя, твою семью через тебя, твоих родных, потом тот район, тот дом, в котором ты живешь, ту церковь, тот город, ту страну, и весь мир. Поэтому Бог говорит, дом мой назовется домом молитвы для всех народов. Моя национальность называется Табасаранец. Вы, может, даже не слышали о таком. Их в Дагестане 36. Я же говорю, там не проповедуют, а таких даже не слышат. Но Бог находит. Вы понимаете, насколько уникален Бог? Я когда просто задумываюсь о том процессе жизни, который у меня происходил перед покаянием, понимаете, по-другому не скажешь просто Божий творческий процесс восстановления Фореса. Кстати, имя Форес также Бог прозвучал. Бог восстановил, обновил всю жизнь полностью. Восстановил все отношения. Я ничего не потерял. Я обретаю, начиная с 2001 года, и этот процесс не заканчивается. Я все обретаю, обретаю в нем. Невозможно, если ты вовлечен в Божий процесс спасения, в Боге что-то потерять невозможно. И Аиль говорит, Бог я верну за те года, когда пожирала саранча, когда что-то происходило с тобой. И зачастую, понимаете, мы, находясь в церкви, переживаем определенные кризисы, давления, утраты какие-нибудь. Бог нас учить, наставляет. Очень часто возникают такие моменты, когда в церкви может брать один, не знаю, обмануть, кинуть на деньги другого брата. И этот на того обиделся, могут произойти целые разборки и дойти до пастора. А Божий процесс, знаете, Божья мудрость, знаете, в чем заключается? Так, этому брату нужно научиться прощать. А как научиться, если никто не обманывает? Как мы поймем, умею я прощать или нет, если меня не обидели? Как проявиться Божьей любви в церкви, если мы настолько идеальные все, что уже перестали как-то задевать друг друга? Вы понимаете, что в Библии есть один совершенный человек, и он мне очень нравится? Про него есть пару стихов, по-моему, больше там ничего не написано. Обязано просто ходил енох перед Богом и не стало его. Я понимаю одну вещь, если я с утра встал, и сегодня вы здесь меня дождались на этом собрании, я несовершенный человек, а то бы меня не стало уже сегодня утром. Понимаете? И мы что делаем? Я понимаю, я должен прийти в церковь и позволить Богу лить свою любовь через меня. Я сосуд. И важно, чем я наполнен. То, чем ты наполнен, это или благословение для других, или проклятие, которое разрушает и тебя, и других вокруг тебя. Можно ли из тебя пить? Если Иисус по-настоящему пришел в твою жизнь, то из этого источника можно пить. Если оттуда не пьют, большой вопрос, а Иисус вообще приходил туда? Ты его пускал? Драгоценные братья и сестры, я говорю о Божьем процессе восстановления, о Божьих временах восстановления. Бог сегодня обновляет истины и служения. И я хочу сегодня говорить, говорю тебе то, что было утрачено. Возможно, ты думал, что ты пока служишь Господу, вот если бы я занимался своей семьей, своим бизнесом, своими делами, я бы мог быть еще богаче, еще что-то приобрести. Но вот из-за того, что я посещаю церковь и все собрания, и от этого я много потерял. Может, в твоем сердце разочарование есть, потому что постоянно придешь на собрание, и каждое воскресенье надо пожертвования отдавать. Может, у тебя ропот есть на Бога или обида, потому что брата или сестру, которая рядом сидит, больше благословляет, чем тебя. Послушай, Бог сегодня воздает и восстанавливает за все те года. А это года нужно было просто переплавить сердце, чтобы не текла горькая та из прошлой жизни вода, а чтобы текло благословение, чтобы с тебя могли пить. А любовь не проявится, пока нас не зажмет. Божья любовь. Наша эгоистичная, человеческая, похотливая любовь, она проявляется постоянно. Ты мне, я тебе. Что особенного, Иисус говорит в Матфеи, и пятой главе, что особенного, если мы любим тех, кто нас любит? Это не любовь Божья, потому что это любовь человеческая. Мне хорошо, понимаете как? Я люблю, вон брат сидит, такой, смотрит, такой позитивный, классный, хорошо, я его не знаю, я могу поздороваться, обняться. А если мы начнем делать вместе дела, и где-нибудь что-то пойдет не так, брат окажется крайним во всем этом. Просто промахнулся, просто ошибся. А я как реагирую на это? Ах ты нечестивец, да, неверный. Понимаете, неверность Божья в то, неверность человека заключается в том, когда мы не проявляем Бога, в тех обстоятельствах, в которых мы зажаты. Когда муж с женой ругается, и оба ищут крайний, никто не останавливается, и спор продолжается. Каждый доказывает свою правоту. А потом приходим и говорим пастор, вот мы не можем, вот короче мы ругаемся. Так кому-то же надо смириться, уступить и просто все. Понимаете? Просто смирение предшествует славе его. Дорогие ценные братья и сестры, 25 из тех книги пророка Иоиля еще раз. И воздам вам за те годы, которые пожирали саранча, черви, жуки, гусеница, великое войско мое, которое послал я на вас. Интересный момент, Бог говорит, послал я на вас. Вы понимаете, если мы пригласили в свою жизнь Иисуса, и все те годы, которые черви, нашу жизнь, нам кажется разочарование, взлет и падение, они не происходят случайно. Бог все толкает нас к тому, чтобы это мой сосуд, я хочу, чтобы из тебя пили, я хочу, чтобы ты стал благословением, я хочу изливать свою благодать, я хочу изливать свою силу, я хочу действовать через тебя, а мы противимся, мы говорим Господь, а я хочу вот этого, а я хочу большой бизнес, а я хочу хорошую семью, а я хочу тачку хорошую купить, а я хочу, не знаю, там еще что-то, а я хочу вот это, и понимаете, и вот у нас процесс годами происходит. Давайте мы, драгоценные братья и сестры, обратимся к нашей жизни, которая прожита с Богом во все эти года, которые мы прожили с Ним, и просто скажем Господь спасибо, что Ты вел нас до этого дня, и сегодня мне есть воздаяние, сегодня я нахожусь в Твоем процессе восстановления, сегодня Господь Ты возвращаешь меня к основанию моего покаяния, сегодня Бог, обновляешь истины в моей жизни, сегодня то служение, которое я мог раньше делать, но было приостановлено, я буду течь в этом, тот труд, который я делал для себя, он будет для Твоей славы, и я верю, что Бог будет проявляться через нас по-другому, друзья мои, потому что мы находимся сегодня в Божьем процессе восстановления, и давайте мы сейчас обратимся к Господу, мы также давайте попрощаемся прежде всего с нашими телезрителями, наше время подходит к концу, и я хочу, чтобы мы обращались к Богу лично каждый, давайте мы встанем на свои ноги